В честь Рождества Христова священники Иоанна Притечинской обители традиционно освящают воду. Крещение Господне относится к числу главных православных праздников. По поверям, вода в этот день обретает особое свойство и считается святой. Именно 18 января совершается Таинство освящения вод. В этот день на городском пруду была организована Иордания, куда уже не первый год собираются верующие всех возрастов. Таинство освящения провел священник Владислав Студоляк. Он отметил, что верующих на освящение и купание с каждым годом становится все больше. Меня как священника больше всего радует, что в том году было чуть поменьше народа, в этом, соответственно, больше. И меня радует, что очень много, я вижу, здесь молодежи. Это не только с военно-патриотическим клубом «Гефест». Вообще просто молодежь приходит. И очень много машин здесь приехало, все хорошо расчистили. Для горожан установили раздевалку. Поэтому сразу после проведения Таинства к Иордане потянулись десятки людей. Окунуться в нее особое благо. Считается, что вода обладает целебными свойствами. Причем не только исцеляет физические недуги, но и способствует духовному подъему. В числе желающих осуществить омовение и стар, и млад, и те, кто купается каждый год, и те, для кого это дебют. Причем одного от другого не зависит. Друзья, на счастье, а пророгам на дло. Молодец. Купайтесь в проруби и бегайте, друзья. Вы будете здоровыми, как я. Я очень рад, что у нас в городе повелась вот такая традиция. Даже она очень спокойна по всей России, не только в городе. Но я за свой город рад, у нас много. У нас же город спортивный. Я сам бегаю, закал бегом. Вот кто меня видел, я же бегал в шортах. Вот 20 лет я в шортах пробегал зимой. Это закал бег. Вот купание. Мне 16 лет, и я в первый раз ныряла, и это просто замечательно было. Ну, что ты ощущаешь? Честно, я очень боялась сначала, но когда ты в воде, у тебя совершенно другие ощущения, и сейчас, ну, хорошо так. Ну, как ты решилась на это? Кто-то заставил ты сама? Нет, сама решила. Ну, я хотела отказаться потом, но мне учительница сказала, если ты пошла, то делай это до конца. Крещенское купание – процедура организованная. Погреться и переодеться можно в специально установленных палатках. Здесь же обязательно дежурит карета скорой помощи. За порядком следят сотрудники МЧС. Им предстоит в течение всего дня наблюдать за безопасностью, ведь основной народ прибудет ближе к полуночи. А вот тем, кто не решится окунуться, верующие советуют умыться или выпить освещенной воды. Она также исцеляет. И свои чудодейственные силы сохраняет весь год. Константин Меркшо, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».